Здравствуйте, дорогие подписчики! Снова рада видеть вас у нас в Государственном биологическом музее Демирязева. И мы продолжаем серию наших встреч, которая называется «Спроси биолога». И в этот раз, поскольку общение с зоологом-физиологом мне немножко поднадоело, я попросила снова поучаствовать Марину Владимировну Куликову в этом прямом эфире. Марина Владимировна у нас ученый-секретарь музея, кандидат в биологический наук и ботаник. В общем, человек, который специалист по растениям. Ну, не в том смысле ботаника, а вот в хорошем, в научном смысле. И о чем мы сегодня будем разговаривать? Видите, мы стоим на улице, но это не просто у нас улица. Мы здесь уже с вами были. Это у нас экспозиция под открытым небом, где мы представляем дикорастущие растения Москвы и Подмосковья. И сегодня мы выбрали очень такую, как мне кажется, интригующую тему, для общения мы будем говорить о ядовитых растениях. Разговор об этом возник не просто так. Дело в том, что у нас на следующей неделе начинается монтаж выставки «Осторожно, яда», которую мы откроем 1 сентября. И которая как раз будет рассказывать о том, что такое яды, для чего они вообще нужны животным, растениям и человеку, конечно же. И где мы представим, в том числе, нашу фондовую коллекцию различных ядовитых животных и растений. И вот сегодня мы еще хотели поговорить именно о ядовитых растениях, еще в том числе, потому что я, вы знаете прекрасно, что я не ботаник и орнитолог, но как-то я взяла справочник ядовитых растений и просто обалдела. Причем ядовитые растения средней полосы, там, где мы с вами живем. Я обалдела, потому что оказалось, что ядовитые растения вообще вокруг нас. Их очень много. И даже хорошо знакомы вам растения, которые вроде бы кажутся безобидными и совсем не ядовитыми, на самом деле могут представлять для нас опасность. И напоминаю вам, что сейчас будет происходить у нас с вами. Я в своем телефоне буду, так же, как и вы, смотреть прямой эфир и читать, самое главное, ваши вопросы, ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы о растениях Марине Владимировне. Я их с удовольствием озвучу, а вы, соответственно, я думаю, с удовольствием услышите ответ на этот ваш вопрос. Ну и первый вопрос задам я. Марина Владимировна, скажите вообще тогда о самых, наверное, ядовитых растениях. Ну да, здравствуйте. Я сегодня специально посмотрела на фармацевтическом сайте ТОП-5 самых ядовитых растений. Сейчас хочу вам зачитать данный список. Может быть, какие-то растения вам будут знакомы, может быть, вы их услышите в первый раз. На первом месте стоит болиголов. Болиголов пенистый со своим сильнейшим ядом, клинином. На втором месте идёт чимерица белая и чёрная. Яды, которые встречаются, это вератрин, достаточно сильные. На третьем месте повсеместно встречающийся практически, особенно часто в Сибири, борец или аконит, как его ещё по-другому называют, яд аконитин. Всем хорошо известна клещевина, из которой получают лекарства, очень часто выращивают как декоративное растение. Тем не менее, это четвёртое место, четвёртая позиция яд рицин. И на пятом месте замыкает как бы ТОП-5. Это белок ядовитый со своим цикутатоксином. То есть, вот такой у нас список замок ядовитых растений, которые, в принципе, большинство из которых можно встретить в средней классе России, в европейской части России, ну или даже сюда на садовых участках. Ну и, соответственно, поскольку у нас сейчас нет возможности показать эти растения, Вы просто погуглите, как выглядят эти растения, и я уверена, что обязательно вы какие-то здесь растения опознаете, потому что все правильно это очень достаточно распространённые. Вот мы покажем борец сибирский, он у нас здесь есть. Мы на него посмотрим как раз в стадии, когда он самый ядовитый, то есть в стадии благоношения. Чуть попозже к нему подойдём. Вот так вот. У нас уже, кстати, начались вопросы. Первый вопрос про пауков. У вас есть пауки? У нас это у кого в музее, в фондах? В фондах есть, но они не очень живые. И вот ещё вопрос. Всегда было интересно, почему, когда мы покупаем бананы, при чистке от кожуры, то мы убираем верхний кончик? Значит, почему убираем? Потому что чаще всего туда попадает влага, и банан начинает загнивать с этого места. Не потому что это ядовитый, в принципе, банан можно съесть даже с кожуру и с чёрным кончиком, и ничего абсолютно страшного не произойдёт. Но в крайнем случае мы сходим в туалет, да. И более ничего. А в основном гнивение начинается вот с этой точки. Вот так. Видите, слава Богу, что-то есть ядовитый в этом мире. Но давайте мы, наверное, вы пока задавайте свои вопросы. Что мы можем здесь показать ядовитый? Давайте посмотрим декоративные растения, которые очень часто встречаются сейчас с озеленением, и встречаются в садах. Буквально на всех садовых участках их можно заметить. Разные виды. Но они достаточно опасны. Особенно там, где есть животные, где есть дети. То есть за этим можно внимательно следить. Ну вот одно из этих растений – это воронец. Есть несколько видов воронцов. Я вам показываю сейчас красноплодный вид. То есть с такими сочными, яркими, то, что называют ягодами. На самом деле это не ягоды. Это сочные многолистовки. Если вы внимательно присмотритесь к этому плодику, вы увидите маленький шовчик. Я не знаю, видно ли это на телефоне. Попробуйте поймать так, чтобы был виден шовчик. Вот видите, ягоды абсолютно спелые. Они уже опадают и находятся в состоянии, когда они очень-очень ядовиты. Понятно, что взрослые люди, скорее всего, не будут есть незнакомые ягоды. Но видите, совершенно спокойно, незаметно от вас могут их собирать и поедать. Несколько ягод будет достаточно для смерти ребенка. Поэтому это достаточно серьезное растение. Нужно быть очень осторожным. Ядовит она абсолютно все. В Подмосковье оно в диком виде практически не встречается. Это Сибирь и северная часть, европейская часть. Но очень хорошо приживается к культуре. Прекрасно размножается семенами, самосевом. То есть вот те семена, которые опали, они могут на следующий год прорасти. То есть у вас будет такая культина воронцов. Ну и еще один воронец, который я вам хочу показать. Воронец толстоношковый, он с белыми ягодками. Они еще недостаточно достигли нужного цвета. Они должны быть белые, белые абсолютно. Вот сейчас они еще не зрелые, зеленоватые. Это тоже другой вид, тоже ядовитое растение. Откуда слово воронец? На самом деле в нашей полосе встречается воронец с черными ягодами, а воронец колосистой. И все, что было раньше в древности связано с вороном, со зрачком птицы, считалось таким ядовитым, неприятным из потустороннего мира. И поэтому многие растения, ядовитые пучи, название от слова ворон на плеве вороний глаз. Многие знают это растение с одной черной ягодкой. Вот пишут, что похож на женьшень. Да, похож на женьшень, но нет. Но не он, да. Правильно я понимаю, что необязательно быть ярким, красным, как обычно животным принято, чтобы быть ядовитым? Не обязательно. Любой оттенок может быть у ягод. Белый, черный, даже зеленый, неспелый. Главное, что здесь не только ягоды ядовитые, здесь ядовитые, все растение целиком, включая корни. Поэтому, если животные, например, будут пытать отдельные висточки, тоже ничего хорошего с этим будет. Можем еще показать пару растений, которые часто встречаются в культуре? Давайте покажем, потому что я вижу, что есть уже вопросы. Потом мы идем к вопросу. Ну, допустим, различные виды резем. У нас здесь реземы, не скажу вам, какой вид, потому что это подарок, без названия он к нам пришел. Вот вы видите, вот такой соплодин, напоминающий початок. Ягодки потом немножко будут созревать, они сейчас еще зеленого цвета. Их тоже растения ядовитые абсолютно все. Когда ягоды спелые, у разных видов они приобретают оттенок. Рултоватый, красноватый, черный и светло-белый, прозрачно-белый могут быть. Тоже привлекают внимание детей и животных. Ну и всем любимые горячо морозники. Вот здесь очень хорошо видно. Тоже одно из самых ядовитых растений. И, слава богу, у него нет таких привлекающих детей ягод. Но, тем не менее, есть красивые цветочки, которые можно весной собрать. Одни из первых появляются в нашем садовом участке. И потом, ну, не знаю, думаю, что никто-нибудь пить воду, конечно, из-под них. Но, тем не менее, задержав в руках, да, чтобы забыть помочь, то, в принципе, смертельного исхода ждать не приходится. Но, тем не менее, отравление определенной признаки будет. У кого-то есть морозники на участке с садом или дачным? Пишите, пожалуйста, это очень интересно. Ставьте плюсики, мы сейчас узнаем. Ставьте плюсики. Вот еще один хороший вопрос. Спрашивают, подскажите, есть ли в нашем обиходе домашние растения, которые ядовиты и могут их навредить? Я знаю ответ на этот вопрос. Но я чувствую, что Марина Владимировна сейчас больше добавит. Есть, да. Есть те, которые могут навредить, но в каком смысле? Если их не есть, да? И, соответственно, не давайте детям и животным. Ну, то ничего страшного абсолютно не произойдет. Потому что здесь очень часто у людей возникает, может ли навредить монстерникам? Вот излюбленный вопрос, который мне задают буквально на каждую сторону. Монстерник тоже ядовитое растение. Да, оно ядовитое растение, но навредить никак оно вам, в принципе, не может. Кроме того, что спелые семена и плоды монстера, они съедобны. Используется в пищу. То есть ничего страшного об этом нет. А что ядовит у монстера? Листья, что ли? У монстера и листья частично ядовитое, да. Но она не смертельно ядовит, поэтому, в принципе, куш, конечно, дефинбахии намного. У которых у нас свое... Какие еще растения сейчас такие вот прям сильно. Ну, все ароидные. Те, которые имеют такой початок, яркость, покрывалом. Например, антуриумы, да, тоже. Но, опять же, здесь они редко привлекают внимание своими плодами. В комнатах у нас, да, многие просто их не образуют. Если образуют, то не всегда доходят до стадии зрелости, спелости. Поэтому вероятность того, что просто кто-то будет жевать их листья или корни, ну, сравнительно не увлекает. И еще вопрос, я думаю, про морозник. Они многолетние? Да, все растения, которые вам показалось, все многолетние. И прекрасно живут, не вымерзают после их средних классов России. А скажите, пожалуйста, я пока жду ваши вопросы. Да, напоминаю, тем, кто к нам присоединяется в ходе прямого эфира. Мы сегодня общаемся с Марией Владимировной Куликовой, говорим о ядовитых растениях. Но вы можете, в принципе, задать любой вопрос о растениях. Потому что Марина Владимировна Красная Ботаника знает очень много информации как раз-таки о растениях. И я, собственно, в телефоне как раз так же, как и вы, смотрю прямой эфир, читаю ваши комментарии, вопросы и буду их озвучить с Марией Владимировной. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вообще история ведь отравления растениями, она же... Ну, то есть, вот вы говорите, это не очень серьезно, да, вот это, если не есть, то ничего не будет. Но вообще же растениями можно прям, ну, есть хорошие же разные случаи, когда прям травили... Капитально. Да. Хорошо, что он капитально. Да, ну, например, всем известна история с Сократом, наверное. Наверное, я думаю, что нет человека на Земле, кто не слышал страшную историю. До сих пор существует прения на тему, чем же его все-таки отравили. Но сразу хочу сказать, что эти прения закончены среди ученых уже давно. Это не цикута, который, как принято считать, да, или по-другому ее называют верхним ядовитым. Это были голов пятнистые. Почему? Дело в том, что при смерти, да, при казни, собственно говоря, Сократ присутствовал ученик Платон, который очень хорошо записал всю симптоматику. Все, что происходило, все, что говорил каждый из присутствующих на этой казни. И, опираясь на эти данные, очень легко вычислить все признаки, которые были у Сократа после того, как он выпил чашу с ядом, который ему принесли. Что делал тюремщик, как он определял, насколько яд достиг своего апогея, скажем так, все это, конечно, слово нужно здесь применить. И здесь налицо все признаки отравления были головы. Кроме того, цикута она, или верх ядовит, она не растет в Греции, поскольку вообще практически не встречается в Средиземноморье, ну, в то время не встречалась с дикамберем, и, естественно, что, поскольку называли царским и государевым ядом, использовали то, что было под рукой. Поэтому это сто процентов, грубо, легаловый этнистый. Но дело в том, что путаница произошла, ну, благодаря линею, да, которая известна систематикой, он причислил растения к одному роду, потом оба этих растения оказались как бы в одном роде, и оба назывались цикутой, цикута водная, которая как бы жила в воде, да, и называлась верхним ядовитым. И цикутка пятнистая, которая, болегалов, рос на суше. Вот отсюда это как бы пошло, это шло до середины 19 века, потом уже эти, ну, были разделены растения по разному группу, но, тем не менее, спор до сих пор продолжается. Вопрос в инстаграме. Есть ли в Москве ядовитые растения? Да, полно, полно, сплошь и рядом. В том числе растет цикута болегалов, о которых мы с вами говорим, и практически весь топ-5, за исключением чимерица, которую я вам только зачитала. Даже, спасибо. Сложно прокомментировать, но это, на самом деле, правда, и именно поэтому захотелось мне вдруг поговорить с Милой Владимировной тем, потому что, действительно, оказывается, что вокруг нас многое дает и растения. И, вполне себе, я тут просто, а, да, поэтому, собственно, я поняла, что об этом будет очень интересно поговорить, потому что вы удивитесь, насколько это вообще распространено вокруг нас явление. Не обязательно ездить в тропики или субтропики, чтобы нарваться медовитое растение. И, скажите, пожалуйста, вот спрашивают, как часто можно поливать водой комнатные растения? Как часто? Зависит от того, какое растение и какой климат у вас в комнате. Это на такие вопросы нам давать всегда ответ очень сложно. Если вы регулярно будете смотреть преминизирующие наши, увидите, что на такие общие вопросы мы отвечаем тоже очень хорошо. Поконкретнее задавайте про конкретные виды, и мы попробуем дать тогда максимально конкретный ответ. Ди Финбахи ядовиты, спрашиваю. Да. Ди Финбахи ядовиты. Да. А вот ему отвечать нет, если ее не есть. Если ничего не есть, не трогать, не нюхать и не проходить, даже мимо в эфирно-масличную зону паров не попадать, то абсолютно безвредны все растения. Есть растения, у которых эфирные масла выделяются в настолько большом количестве, содержащие токсины, что даже находясь рядом можно получить ожоги. Даже у нас такое есть? Ну, в нашей жизни не растет, иногда встречается в культуре, в большом количестве встречается в Крыму. Это копина неопалимая, то, что называется растение или ясенец по-другому. Во время цветения действительно достаточно пройти в полуметре, иногда ближе от этого растения, можно получить ожоги дыхать на пути, вдыхая аромат или, не дай Бог, понесать это растение, либо получить ожоги на пути. Более серьезно, чем у брущевых, кстати. Какой кошмар. А еще, вы знаете, я когда читала эти справки о годовитых растениях, мне вообще очень удивилась история со миндалем. Потому что потом, по-моему, с вами уже разговаривали про семечки вишни, абрикосов. На самом деле такой есть. Это просто какая-то дикая, совершенная история. Я как биолог сама все это слушала, открыв челюсть, поняла, что... Сейчас я про это расскажу. Это интересная история. Дело в том, что я сама в детстве, у меня мама всегда варила варенье абрикосов с косточками абрикосов. А если вы любите вишню с косточками? Да, вишню с косточками. Для вас история. Да. Дело в том, что во всех практически косточках, в том числе миндалек, кстати, больше всего, содержится такое вещество, как гликозид омегдалена. Вещество достаточно безболезненное, если бы не ферменты, которые на него влияют. Эти ферменты есть как в самом растении. То есть, когда встречается это вещество с ферментом, тогда оно становится опасным, потому что оно превращается в синильную кислоту. Но это название, я думаю, что всем знакомо. Но даже если вы съедите отдельно косточку, и оно попадет в ваш ферментативный тракт, наши бактерии в желудочно-кишечном тракте выделяют определенные ферменты, у нас есть ферментативная активность, еще иная собственность, человеческая, уделяемая нашу. За счет этого происходит тоже превращение миндалена в синильную кислоту. Дозировка вот в яблоках, то, что любила есть я, выковыривать синички, это оказалось самый низкий, самый высокий действительно миндален. Его обычно обжаривают до разрушения, иногда рекомендуют. А, при обжарке разрушается? Да, иногда, ну не до конца, но все равно. Все опять же зависит от дозировки. Ну смотрите, если вы съедите там, не знаю, полкило сырого миндалена, то ничего хорошего из этого не будет. А если, допустим, вы съедите 10-12 орехов, в принципе, в большом количестве, это не рекомендуют есть, да, одновременно за один присест. Если вы съедите обжаренных 10-12 семечек, да, семянных кладов, то, в принципе, ничего страшного не произойдет. Опять же, если это не ребенок, если у вас нет аллергии, и каких-то других сокостей уже заболевает. Так что, видите, еще и есть проблемы с косточками. В общем, да, тема такая прям очень животрепещая. Нас спрашивают вопрос, не ботанически вредят ли цикады деревья? Я, честно говоря, не знаю, как ему ответить про цикад. Я думаю, что нет. Тоже, ну, как ботаник, мне сложно сказать. В основном, мне кажется, они используют их как кокол. Ну, во всяком случае, из моих наблюдений я купила их. Ну, то, что кажется, поэтому, скорее всего. С куколок я находила цикад очень много на деревьях, чтобы они поедали. Задавайте ваши вопросы. Мы с удовольствием будем отвечать. Потому что мы сегодня говорим действительно об очень такой страшной теме о ядах. А вообще, тогда давайте еще расскажем на такую историю, которую тоже все знают. С детства про ландыш. Все же знают, что ландыш ядовитые. А вот насколько они ядовитые, насколько это вот правда? Ландыш у нас, во-первых, относится к лекарственным растениям. Да, причем получены в государственную промокопию. Это один из лучших растительных препаратов для сердца. Но это нужно уметь готовить, да? И нужно знать определенные дозировки, как это применять. Я вам не советую, во-первых, никогда в жизни из ядовитых растений, то есть они даже будут лекарственные, да? Они почти все лекарственные, ну не все, а вообще все, без исключения лекарственные, готовить препараты самим. Потому что на самом деле здесь как приготовить, что? Нарушение технологии может закончиться очень плохо. Поэтому уж покупать эти препараты готово. Если вы собираете ландыши и просто поставили, там, не знаю, вазочку куда-то, помыли руки, ничего страшного не произойдет. Главное, опять же, не есть их ягоды, чтобы ягоды эти не ели ваши дети. Хотя для многих животных, например, для птиц, некоторых млекопитающих ягоды абсолютно без вредных. Хотя они содержат большую дозу алкалоидов, достаточно ядовитых веществ, которые, в общем, особо не разрушаются, ни при сушке, ни при длительном хранении, ни при каком. Поэтому здесь просто нужно быть осторожным и не пить воду из-под ландышей. Очень простой совет. Мы можем, кстати, посмотреть на топ-3 из нашего списка. А давайте покажем. Сейчас пройдем по дорожке с вами. Вот мы здесь видим это растение. А конец или борец северный. Смотрите, вот плодики. Очень хорошо видны. Закрытые плодики, еще незрелые. Открытые плодики, из которых уже высыпались семена. И если вы обратите внимание на соседние растения, там еще и внизу есть цветущие фрагменты. Несколько цветочков. Можно посмотреть, чтобы знать, как выглядит это растение. Вот у него листва очень такая специфическая, ажурная. Тоже одно из самых, ну вот на третьем месте, да, одно из самых ядовитых растений, особенно в момент плодоношения. То есть сейчас вот оно самое-самое ядовитое, да. Интересно происхождение, легенда этого растения на земле. В воздействительном подвиге Дерако уходил в старство мертвых, да. Ему нужно было усмирить, усмирить пса Цербера. И когда все-таки ему это практически удалось, у Цербера потекла слюна изоторта. И там, где капли, ну от злости, да, от бешенства, и там, где капли эти капли произрастали, как раз оконит. Поэтому считается, что одно из самых таких вот удовлетворенных растений. Про многие из них сложно, кстати, легенду. Да, вот тут уже пошли вопросы, задавайте, задавайте. Можно ли есть бузину? Значит, бузину, в принципе, во-первых, какую. Несколько видов есть красная и черная. Значит, бузину черную варят, готовят. Она частично ядовитая, частично тактичная. Но после в спелом, созревшем, полностью в состоянии, после варки, например, когда они у меня готовят варенье, желе, там, всякие наполнительные пирогов, в принципе, нет абсолютно безвредного вещества. Красную яму, я не рекомендую. Она более токсична. Хотя я знаю, что есть люди, я знакома с ней лично, которые даже делают настойки, пьют. Но все, что связано со спиртом, это вообще очень сложно, потому что ядовитые вещества много, очень хорошо переходят в спирт, в больших концентрациях в нем сохраняются. Ух, отлично. Что будет, если съесть, что красиво? Крапива? Спасибо. Что вы имели в виду, Анастасия не поняла? Значит, Константин спрашивает. Ну, раз про яды, тогда расскажите. А, про вех ядовитый. Или еще называется это куда? Ну, мы уже рассказывали. В самом начале мы эти прямые эфиры оставим здесь, у нас в социальных сетях, потом посмотрите в начале. Мы рассказываем, в том числе, когда говорим про топ-5 самых ядовитых растений. Куда он входит? Ну, единственное, могу добавить, с чем часто путают и вех, и болиголов, хотя вех, конечно, реже. Во-первых, листья напоминают петрушку. Многим. И иногда просто собирают, решив, что это дикая петрушка где-то выросла, да. Семена, как у всех зонтичных, очень похожи на тмин, например, и могут собрать в качестве тмина, хотя тмин у нас в диком виде в нашей зоне, да, в Подмосковье, не произрастает. Но, опять, считают, что это убежало с участков и как бы вот растет. Ну, почему, например, не собрать попутно? Ну, и маленькие дети иногда выкапывать, могут выкапывать корневище цепута и есть, потому что она напоминает по вкусу, по запаху морковные. Внешне тоже. Отличить очень легко разрез корневища, в нем видны такие сегменты, то есть оно не как морковь, а разделено все на сегменты заполненной жидкостью. Это самое ядовитое. Ребенку будет достаточно несколько вкусов. Ого, кошмар такой. Да, вот спрашивают, что будет, если съесть крапиву? Ну, во-первых, будет ожог слизистый, еще более сильный, чем на руках, а дальше ничего, в принципе, это съедобное растение. При варке... Неожиданно, понимаете? Да, при варке... Ну, в общем, процесс во всем абсолютно прав, когда он говорит, что все яд, все лекарства, поэтому тут как-то, в общем, ничего страшного, оно очень полезно, содержит большое количество витаминов в самых разных, особенно весной, то есть до цветения пока она совсем маленькая еще, да, можно есть, но только не в сыром виде, естественно. А глухую крапиву можно есть? Глухую крапиву... Я слышала, что ее добавляют в салаты. Честно говоря, сама никогда не пробовала, потому что это и смотка неспецифическая, но все-таки запах и привкус у всех. Но говорят, что можно использовать... Ну, наверное, в голодные годы – да. Но, в принципе, я не рекомендую вам точно этим заниматься, хотя он к ядовитым не относится таким. И еще вопрос у нас от Анастасии. Ядовитый ли укроп? Ведь, по сути, он родственник борщевика. Да, многие зонтичные родственники борщевика, но, собственно говоря, все, да, потому что это одно семейство. Действительно, в этом семействе огромное количество ядовитых растений, но укроп в данном случае исключение является. Точно так же, как и морковь. Морковь можно есть не только корнеплоды, но и так же, как и петрушки, но и надземные части. То есть какие-то все-таки... А вот с пастернаком, который часто выращивают, можно быть осторожным. Особенно в последнее время очень много аллергии от него. Плюс еще он обладает так же, как борщевик, и, правда, в более слабой форме фотосенсибилизации. То есть, когда человек на солнце получает ожог, да, допустим, касается его там, ну не знаю, косит, срывает листья там, на суп или на что-то, что-то пытается с ним сделать, очень часто появляются ожоги. Ну, конечно, не смертельные, как у борщевика, но, в общем, достаточно серьезные. Вот, у нас тут пишет Ира и Дмитриев, что только что от нас приехали. Здорово, что вы сегодня были у нас. У нас сегодня вообще был бесплатный, ничего еще до конца, но уже билетов просто нету. Поэтому не приглашаю вас, приглашаю в сентябре, в третий четверг каждого месяца у нас бесплатный вход в музей. Так что приглашаем вас теперь уже в сентябре. Значит, вот, можно ли есть дикую морковь? Дикую морковь можно есть, если вы ее, конечно, найдете, и отличите Веха от болеголова. Главное, не съешьте что-нибудь другое. У нее есть очень характерные, ну, во-первых, она вся пахнет морковь, то есть у нее и листья, и корни, да, ну, в принципе, у Веха тоже они слегка пахнут. Очень легко отличить морковь во время цветения. Вот эти зонтики, если вы посмотрите внимательно на зонтик моркови, единственная зонтичная, которая отличается от всех остальных, вот не ботаник даже, в центре находится маленькая красная точечка. Ну, вот, прям внутри этого соцветия. Это несколько красных цветков, не белые, да, как у всех зонтичных, а красные. Вот ни у какого другого зонтичного, ни у Веха, ни у болеголов, никаких других, вот такого не найдете. Значит, для чего нужны эти красные цветки в центре? Они нужны для того, чтобы для привлечения насекомых. То есть это центр посадки насекомых приоплений. Как комментарий в инстаграме. А сныть же тоже зонтичная. Да. Говорят, что ее можно есть. Можно есть, согласен. Ну, и мы уже да, обсудили, что среди зонтичных есть питание. Да, есть те, которые съедобные, абсолютно безболезненно, можно есть. Со снытью проблема такая, ее нужно есть, пока она маленькая совсем. Вот после цветения, или когда она уже вступает в фазу цветения, то есть начинает цветоносы, да, у нее вот эти завяживаются, уже тогда она становится несъедобной. Это не значит, что если вы съедите, то умрете как-то в Веха там или от болеголова. Но, тем не менее, там есть небольшой процент ядовитых веществ, которые померить невозможно. Во-первых, она становится жесткой, очень невкусной. Она начинает горчить, и, в общем, удовольствия никакого не доставляет. Ух! Да, действительно напоминаю вам, что мы разговариваем про ядовитые растения. И тут мне очень нравятся ваши вопросы про то, что можно есть, а что нельзя. Потому что, действительно, ядовитых растений много и вокруг нас. И, кажется, что, видите, с зонтичным сейчас пытаемся разобраться, что из них можно есть, а что нельзя. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Я их озвучиваю из своего телефона, потому что я так же, как и вы, смотрю прямой эфир. Вот вопрос. Каким растениям возможно очистить кровь? Можно разобраться? Ну, во-первых, я, честно говоря, не совсем понимаю, что надо очистить кровь. Да. С биологической точки зрения, да, от чего очистить и зачем это нужно делать. Потом я, честно говоря... У нас печень занимается очисткой крови. Прекрасно. Да. Это что бы стало голубая. Великолепно. И сразу могу сказать, что я не врач и не физиотерапевт, да, я ботаник, поэтому такие вопросы... Вот такие вопросы можете точно не задавать. Да. Мы тут не будем вам... Здесь нужна консультация специалиста. Да. Ни рецепты, ничего вам давать не будем, потому что мы ученые, и будем говорить строго про научные факты. Расскажите, а был ли случай из вашей жизни с ядовитыми растениями? И есть ли полезные ядовитые растения? Спрашивает нас Анастасия. Абсолютно все растения полезные. Просто смотря к кому, если по отношению к нам, да, люди, страдающие центризмом, они очень часто считают, что полезно только то, что им нужно. Вот для еды там, для красоты или для чего-то еще. Абсолютно неполезных растений вообще не существует. Ядовитые все растения являются лекарственными, а либо относятся к лечению в народной медицине, все исключительно используются. Либо многие внесены в госфармакопии разных стран, используются официальной медициной. Поэтому, вот если в плане там уничтожить, уничтожать, нужно, да, борщевик, естественно, на своем участке или где-то еще. Да, нужно убирать ядовитые растения с участка, если у вас есть маленькие дети, да, или животные любопытные, которые везде лезут и едят. Но это не значит, что нужно взять за практику и топтать, рвать все, что может получиться. Все уничтожить. Все уничтожить, что является едой. И спасибо за этот вопрос, потому что, свидетельно, Марина Владимировна ответила так, как отвечают еще и несколько наших научных сотрудников-зоологов. Когда вы задавали им вопросы про полезных букашек, я помню, был вопрос, какие-то про животных, были точно такие же ответы. Дело в том, что, действительно, с точки зрения биологии, науки о живом, нету хороших и плохих. Все абсолютно организмы, которые живут на нашей планете, они все нужны, нужны нашей планете, поэтому, да, пользуется исключительно человеческая оценка. А какой-то случай из жизни с удавительным растением был? Нет, у меня не был, но я, в принципе, достаточно рада с тому, что, Марина Владимировна, ботаник! Видите, как полезно быть ботаником! Да, и потом я вам честно скажу, у меня очень хороший рефлекс самосохранения срабатывает, и вам желаю его в себе развить. Если я что-то не знаю, или хотя бы сомневаюсь, вот, там, на несколько процентов, я никогда не буду есть растения, собирать грибы, или что-то еще. Я лучше посмотрю в каких-то энциклопедиях, и в дальнейшем уже решу для себя этот вопрос. Очень здорово! Нет, отравления не было, борщевик не падал, в общем, в реанимации по этому поводу не была. Это еще одна причина, по которой я решила сделать такую серию прямых эфиров с научным контролем, чтобы вы поняли, что от занятий, ну, как раз, есть польза. Да, большая польза. Чтобы видеть, что, действительно, понимая и видя, вот, все, да, обитатели нашей планеты, действительно, можно спасти себя, в том числе, от неожиданных неприятностей. Вот, и, ну, конечно, мы дошли до этого вопроса, а как избавиться от борщевика? Ну, как избавиться от борщевика, не знает, по-моему, уже никто. Даже правительства разных стран, которые упорно пытаются с этим бороться. На самом деле, для того, чтобы, ну, как бы, нужно знать, опять же, биологию этого растения, да? Бесполезно его там просто опрыскать чем-то единожды. Еще борщевиков несколько видов. Да, еще их несколько видов. Поэтому, смотря какой борщевик, ну, я думаю, что это про борщевик сосновского, конечно, который всем надоел, сплошной вредитель, да? Бесполезно его один раз прокосить, бесполезно ходить обрывать цветочки, да? То есть здесь должны быть комплексные определенные меры. Это растение двулетнее. То есть, да, нужно косить, чтобы не было семян больше. Но вы должны понимать, что эти семена, которые в прошлый год или в предыдущий год попали в землю, они сохраняются в течение 5-6 лет у большевика. И они будут продолжать. Поэтому в течение 5-6 лет нужно неустанно приходить и косить до того, как образуется семена. Не после, чтобы они лучше разлетались, не во время плодоношения. Семена образуются по-разному в разных регионах. Но сейчас в Подмосковье где-то к концу июля не взрывает. При жаре особенно, иногда ближе к августу. Но это очень четко видно. Они становятся такими теменькими, коричневыми. Если вы их покосите, они прекрасно дозреют. И еще лучше прорастут, потому что будут находиться прямо в космосе. Да, действительно, вопрос с грущевиком Сосновского такой очень живокрепящий. Нам часто его задают. На участке проще, конечно. Да, не надо его корчевать, смучиться. Достаточно просто скосить. В течение года-двух смотреть, чтобы несколько лет не повторилось как возобновление. Если не пойдет, то больше его здесь у вас не будет. Но это не гарантия того, что он не будет занесен в дальнейшем. А вообще, напоминаю вам, что я жду от вас, мы ждем от вас вопрос в комментариях. Пожалуйста, задавайте. Мы говорим сегодня о ядовитых растениях. Говорим о них в том числе, во-первых, потому что сейчас лето, и нужно знать и различать ядовитые и не ядовитые растения. Во-вторых, у нас 1 сентября открывается выставка «Осторожные яды», где мы в том числе будем говорить о ядовитых растениях. А вообще, вот вы говорили, что еда – это растения лекарственные, а какие-то есть реальные лекарства, которые получают из яда растений? Ну да, большое количество наркотических веществ получают из растений, честно вам могу сказать. Если все думают, что они получались людьми исключительно для удовольствия – нет. Это первое, что они использовались – это, естественно, в медицине для обезболивания. Это уже как побочный эффект у них, какие-то удовольствия, которые человек начал находить в зависимости от дозировок. Ландыш, например, та же чимирица. Вот весь топ, который мы с вами прочитали, в принципе, он практически весь используется в лекарственных. Большинство в научной медицине используется, а часть – в народной медицине. Народная медицина, всякие знахари и все остальное – это, конечно, очень такая опасная вещь. Я не рекомендую вам ни в том числе купать растения. Круп бабушек, которые вас убеждают, что она свидетельствует в пятом, шестом и даже седьмом поколении, это вас не спасет от смерти, все равно ее холена. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Вообще, если вы покупаете лекарства, вот если вы не разбираетесь в ботанике, да, и точно не знаете, лучше делать, конечно, это в аптеке, и не просто в аптеке. Потому что сейчас в аптеках есть препараты, которые не простампованы ГОСТом. То есть на коробочке обязательно должен стоять ГОСТ, либо должен стоять СОТ, либо ТОС, либо ТУ стоять вот эти буковки. Это аналоги, да, это значит, что под контролем был собран этот материал, проверен и точно достоверно, что он не радиоактивен, что это определенный вид растения. Если этого нет, я вам советую это не делать, потому что бывают одноразовые упаковки, да, стрёмные такие, назовем вещи своими именами, чаи, где что-то смешанное написано название растений, но в том состоянии, в котором они там есть и никогда это не определится. Даже не каждый ботаник это определит, для этого нужен химический анализ. Кстати, про чай. А чай ядовитый? Чай в смысле обычный, который черный в больших дозировках, да. А сколько? Ну, Марина, что не спросит, всё ядовитый. Ну, не, ядовитый, это не значит, что вы умрёте, да, вы купите пять чашек чая. Конечно, нет. Но если вы сильно заварите, в больших дозах будете его принимать и постоянно, то это будет оказывать влияние на ваш организм, который, конечно, чуть-чуть к смерти. Скорее всего. Хорошо, а апельсины ядовитые? Апельсины могут вызвать аллергию. Опять же, понимаете, всё зависит от количества. Можно отравиться водой. Вот учёные доказали, что если, там, некоторые спортсмены, вот были случаи, когда люди умирали от избытка воды. Вот если пить по два литра воды в час, то можно умереть совершенно спокойно от простой чистой воды. Поэтому всё зависит от количества. Ты же не знаешь, что мы пристанем детьми. Два литра в час. Не в сутки, как рекомендуют врачи. А вот ещё вопрос. Клещевины ядовитые, чем опасно для детей? Да, мы отвечали на этот вопрос. Да, отвечали. Опасно, значит, она тем, что могут собирать, да, вот эти кодики, поедать семена. Это очень тяжёлое отравление. Это будет до смерти. Потому что это в рейтинге Японии, по-моему, в четвёртом месте, да, стояло по списку. Поэтому, в принципе, сажать можно. Если у вас есть маленькие дети, можно просто удалять эти семена. Но сразу вам хочу сказать, что яды есть в небольшом количестве во всём растении. Поэтому тоже здесь надо, конечно, быть осторожным. В общем, с ними будет цель. Хорошо. А есть ядовитые деревья? Деревья. Да. Паду, берёзы. Ну, среди наших, да, то, что называют волчьими ягодами. У нас куча растений, которые называют волчьи ягоды. Например, различные жиллости, да, могут быть ядовитые. Сейчас можем подойти к одному из таких растений, но, к сожалению, не дало плоды в этом, котором мы можем поговорить на него просто. Я покажу. Давайте посмотрим. Вот такой кустарный. Ну, как раз образует несколько стволов, поэтому его деревом назвать сложно. Вот оно. Я уже туда не полезу. Вкусно. Я думаю, что хорошо видно. Это волчий ягодник или дафна, какой по-другому называют. Она весной цветёт. Встречается повсеместно, в том числе в Подмосковье. В Москве встречается. Даже занесено, кстати, в Красную книгу. Очень редкое растение стало сейчас. Цветёт в апреле месяце, иногда в начале мая, в зависимости от погоды. Таким красивым. Буквально вот облеплена, как початки, цветочками. У нас она прекрасно цветла. Но плодов не завязывает, потому что, видимо, всё-таки нужно перекрёстное опыление. Она у нас тут одна, бедная и несчастная. Никакой не получается завязать плоды. Плодики сначала зелёные. Тоже веточки буквально не облеплены. Затем они краснеют. И тоже очень часто, ну, просто при сборе ягод, ну, почему не собрать красные лица? Наверное, вкусные ягоды. Значит, тоже отравление часто бывает смертельное. Оказывает на сердечную деятельность очень сильный эффект почти. Ну, не моментальный, но очень быстрый. Поэтому, в общем, тоже одно из самых ядовитых. Вот в Москве точно совершенно, если мы говорим о деревьях. Плохой свет. Плохой свет надо подвинуть. Попробуем. Ну, а вообще, хорошо, солнышко видеть не получилось. Да, наконец-то кончился дождь, и мы смогли выйти в сад и вывезти вас. Обещали в дождь, а нас ведь и нет. Пока вы не задаете вопросы, и, может быть, внесительно будем сейчас потихонечку заканчивать общение, у меня вот такой вопрос волнует, уже меня даже лично, про баклажаны. Потому что эти послёновые, они ядовитые. Послёновые, в том числе картошка. Вот баклажаны всё-таки... Можно? Сейчас ещё на нем яблок. У нас яблони тут растёт и падают яблоки. Баклажаны всё-таки можно есть или нельзя? Можно и даже нужно, но главное, что нужно ждать, когда они поспеют. Дело в том, что баклажаны в древности, в средние века называли бешеным яблоком. Почему? Потому что, когда их привезли, собственно говоря, большинство, как и большинство послёновых из Америки, и начали активно сажать, вырастали красивые плоды. Не все давали им созреть, и не припитали сухие в зеленом виде. Когда начинается поедание плодов в зеленом виде у баклажана, начинается обильное выделение слюны, действует на нервную систему, очень сильно токсичное вещество. В общем, действует таким образом, что человек становится буквально... Ну, ведёт себя как сумасшедшего. То есть, со стороны на него познётся, не знаю, что он ел баклажан, вы полностью уверены, что человек взбесился просто. Поэтому он желал свежие яблоки. Ну, до смерти, наверное, очень тяжело им отравиться, хотя, в принципе, можно, да, всё зависит от организма, кто ел в каком количестве. А когда они уже поспевают, то есть, это не значит, что все баклажаны должны стать вот тёмно-тёмно, такими почти чёрно-сиреневыми, да. У них сейчас есть разные окраски. Но главное, чтобы вы знали, допустим, сорт, который вы покупаете, белые, например, баклажаны есть, да, чтобы они достигли той спелости, которая характерна для этого сорта. То есть, чтобы внешняя окраска была такая, как у спелого баклажана. И тогда уже не ядовитость. И тогда не ядовитость, да. И с корочкой можно есть. Да, и можно есть с кожицей. Правда, она не очень удобно, многие её чистят специально, да, на остроту как бы придаёт блюдам. Если вы хотите блюдо острее, можно есть с семенами и, соответственно, с оболочкой вот этой цветной, да, с кожурой то, что мы называем. Если вы хотите более мягкий вариант, там, допустим, да, менее щипящий язык, скажем так, тогда можно удалить семена, как зрелые, так и незрелые, и в том числе кожу, и вот, наверное, так, более диетическое блюдо. Вот. А то я всё с баклажанами как-то всё равно... Нет, с баклажанами спокойно всё очень хорошо. Вот клады картофеля есть не надо, а с баклажанами можно. И вот ещё вопрос про патиссоны. Можно ли есть в сыром виде? Да. О, да. Прекрасно. Есть что-то, что можно есть, видите, отличное. То есть, они точно совершенно ядовиты здесь, если у вас никаких проблем с кишечным трактом как бы от сырых, да, вот многие не могут есть, потому что, конечно, сыр и овощи просто. Поэтому... Ну, это да, я знаю. Вопрос ещё от Анастасии. Есть ли водные, подводные, ядовитые растения в России? Под водой что-то есть ядовитые? Ну, прям подводные я, наверное, сходу так не скажу. Думаю, что точно совершенно есть. Водных тьмах. И около водных тот же ВИОП, пожалуйста, ядовитые растения. Кувшинки, кубышки, все растения являются ядовитыми. Кувшинка такая белая, кубышка такая жёлтая. Я думаю, вы увидели, если вы где-нибудь на берегах озёр, трудов, нить. В общем, какой кошмар. Ну что ж, на самом деле, друзья, мы, наверное, заканчиваем наш прямой эфир. Спасибо вам в очередной раз за ваши вопросы, за ваши комментарии. Я сегодня разговариваю с Мариной Владимировной Куликовой, нашим учёным секретарём, кандидатом биологических наук. И приглашаю вас в следующий четверг на наш прямой эфир. Приглашаю, конечно же, к нам в музей. Ждём. До свидания.